Как на русскую историю и на Россию вообще смотрели и смотрят иностранцы? Ответу на этот вопрос будет посвящен наш 13-й фестиваль «Цифровая история. Запад, Россия, Восток» про Эдконтра. Наши постоянные докладчики и новые эксперты расскажут о том, как видел русский народ Наполеона, о том, как выглядит Ломоносов в мировом научном контексте, какую роль сыграли усилия Ивана Сергеевича Тургенева по пропаганде русской культуры на Западе, что китайские историки пишут о Великой Отечественной войне, а вьетнамские – о войне холодной. 25 и 26 марта на сцену выйдут Кирилл Назаренко, Борис Кипнис, Баир Иренчеев, Станислав Гридасов, Александр Колпакиди, Ксения Чепикова, ваш покорный слуга Егор Яковлев и многие-многие другие. Мой доклад будет посвящен тому, как нацисты видели народы СССР и как это видение отразилось в печально известной пропагандистской брошюре «Унтерменш». Специально для фестиваля мы готовим театрализованные номера на песни цифровой истории, презентации книг и увлекательные исторические развлечения в фоне. А еще вас ждут сюрпризы в лице почетных гостей. Кто это? Узнают те, кто придет к нам 25 и 26 марта в культурный центр ЗИЛ в Москве на 13-й научно-популярный фестиваль «Цифровая история». Подробная программа и билеты по ссылке в описании. Добрый день, дорогие друзья. С вами я, Егор Яковлев. Это «Цифровая история». Сегодня мы находимся в резервной студии и ко мне в гости вновь пришел Кирилл Борисович Назаренко. Здравствуйте, Егор Николаевич. Очень рад снова выступить в «Цифровой истории». И это «История России» главная. Да, продолжаем цикл Кирилла Борисовича. Первый новый выпуск в новом году. Но прежде чем мы перейдем к интереснейшей теме, а это «Татар-монгольская ига», сегодня два объявления. Первое. У Кирилла Борисовича вышло великолепное издание. Называется «Русский морской костюм» от Петра Великого до Елизаветы Петровны. Фундаментальная монография, отдельной изюминкой которой являются великолепные иллюстрации. Это художника Андрея Анатольевича Троня. Вот можно их показать в конце книги. В конце-конце они крупные. Пока. Пока на край, да. Ну, рисунки, во всяком случае, красивые. Это я точно могу сказать. Но хвалить собственный текст как-то неудобно. Но вот рисунки я похвалю. Все, великолепно, друзья мои. По ссылочке в описании можно приобрести эту фундаментальную работу. Ну, а кроме всего прочего, конечно, надо напомнить, что 25 и 26 марта в Москве, в ДК-1, состоится очередной фестиваль «Цифровая история». И он будет посвящен теме «Россия глазами Запада» и вообще всего остального мира. И мы поговорим о том, как воспринимались разные фрагменты русской истории в других странах. Причем, как я уже отметил, не только в европейских, но и, скажем, в азиатских или в латиноамериканских. Мне кажется, это очень интересная тема. Ну, а Кирилл Борисович выступит с докладом про голландскую экспедицию 1799 года. Можно пару слов? Да, это малоизвестный эпизод войны России против Франции. Наиболее ярким эпизодом этой кампании был поход Суворова в Италию и Швейцарию. Но, кроме того, русские войска высаживались еще и в Голландии. И эта экспедиция была неудачной для русского оружия. Но она является поводом для того, чтобы обсудить проблему и Русско-Английского союза. И разных подходов к задачам такого рода десантов со стороны британского общества и русского общества. У нас мы не привыкли к таким десантным операциям. И для того времени это была совершенно новая форма использования русских войск. Поэтому некоторые особенности самой экспедиции и ее результаты в России воспринимались как полный провал. А в Англии они воспринимались как нормальное течение событий. И часть тех претензий, которые у русского общества накопились к Великобритании, они восходят и к голландской экспедиции тоже. Но в этом мы пытаемся разобраться, насколько эти претензии были оправданы, насколько действительно англичане там предали или бросили русские войска. И зачем вообще все это было нужно. Отлично. Ну и я напоминаю, что также на фестивале выступят наши постоянные докладчики, такие как Баир Иринчиев, Александр Филюшкин, Борис Кипнис, Ваш покорный слуга и многие другие подробные программы по ссылке в описании. Там же можно приобрести билеты. Ну а сегодня мы переходим к очередной теме из цикла «История России. Главное». И это, как я уже сказал, татаро-монгольская ига. И первый вопрос, конечно, а было ли татаро-монгольская ига? Нет, вопрос это интересный, потому что оно было. Чтобы так не совсем шокировать с первых слов наших слушателей, я скажу. Но его постоянно переименовывали для начала. Изначально оно было татарской, потом оно стало татаро-монгольской, потом оно стало монголо-татарской. Ну и наконец, с 2013 года его велено называть «Ордынское владычество». То есть в историко-культурный стандарт для средней школы эти события внесены под названием «Ордынское владычество». В общем-то, вопрос, на мой взгляд, здесь серьезный. То есть за этими переименованиями не стоит какие-то принципиальные открытия. Вся проблема заключается в том, что в составе России есть Татарстан, или татарская АССР она была в свое время. И есть ряд народов, которые называются татарами. Еще есть крымские татары. Поэтому слово «татары» вызывает у человека XX века какие-то ненужные ассоциации. И у нас есть историки в Казани, которые были очень активны в 90-е и начале 2000-х годов. Но там были, конечно, и радикальные татарские националисты, которые обвиняли Ивана Грозного в том, что он вырезал все население Казани, и что взятие Казани это было каким-то актом агрессии со стороны России. Но были и люди, которые в более мягкой форме говорили о том, что орда — это не ордынское иго, это не несчастье для России, это благо. Но у нас был Глеб Гумилев, который изучал кочевников всю жизнь. Но у историка есть такая профессиональная травма. Историк всегда любит тех, кем занимается. И если это не хорошие люди, то это даже опасно может быть, потому что любовь все равно возникает. Такая-то внутренняя связь с этими героями. Ну, вот у Гумилева возникла связь с кочевниками, такая внутренняя, глубокая. И я не к тому, что кочевники плохие люди, но он начал обелять кочевников вообще во всем. Лакировать. Лакировать действительность, да. Считать, что ордынский этап нашей истории был такой важной ступенью вверх, и спас нас от крестоносной агрессии. И Лев Николаевич, кстати, был сторонником той точки зрения, что в Ледовом побоище принимал участие на стороне Александра Невского какой-то татарский отряд. Хотя это крайне маловероятно, я бы так сказал. И, скорее всего, этого не было. Вот ему принадлежит известный миф, насколько я знаю, что Александр Невский породнился с Артаком. Побратался, да, с Артаком. Есть и такая история. Я вот, опять же, отошлю наших слушателей, зрителей к серии романов Хольма Ван Зайчика, посвященных Ордуси, которая с точки старта истории этого мира, точка бифуркации, как выражаются любители жанра альтернативной истории, находится именно вот здесь. Александр Невский и Сартак побратались, и возникло единое государство Ордусь, которое дальше живет и процветает в наши дни. Но здесь, кстати, мы сталкиваемся с серьезной проблемой. Дело в том, что, когда мы излагаем ход исторических событий, мы обязательно должны иметь в виду, к чему они привели. И, ну, приведу такой пример, скажем. Если бы Орда сохранилась до сегодняшнего дня, а если бы мы сейчас жили в одном из улусов Великой Орды, ну, или Ордуси, то, конечно, наша история выглядела бы таким образом. Батыево нашествие, оно бы рассматривалось как, в целом, прогрессивный шаг, ну, конечно, принесший там всякие жертвы и разрушения, но позволивший Руси стать частью этой Великой Империи, в которой мы до сих пор живем. И доминируем, может? А, может, даже доминируем, да. Да. Поэтому, ну, столица нашей Родины в этом случае была бы где-нибудь скорее ближе к Средней Азии, наверное, но зато в составе нашей страны мог быть Иран, например, или еще какие-то территории, которые сейчас входят в Китай. Это была бы другая геополитическая реальность. С другой стороны, когда мы говорим о событиях современности, то мы не знаем, к чему они приведут. И поэтому, объективно, историку очень трудно оценивать события, которые произошли не только сегодня, там, или вчера, но даже 10 или 20 лет назад, потому что мы не видим еще последствий, даже в среднесрочной перспективе этих событий. А зачастую в истории случается так, что какие-то события, которые поначалу выглядят как катастрофа, а потом оказываются навык прологом к какому-то возвышению этой страны и новому расцвету, это тот же Брестский мир, например. Он же выглядит как полная катастрофа, когда его заключили, а уже через полгода, когда его денонсировали, он стал выглядеть как один из эпизодов нашей истории. А если бы еще в 20-м году поход на Польшу удался и Красная Армия вошла в Германию, произошла бы революция в Германии, Германия присоединилась бы вместе с Польшей к Союзу Советских Республик, то тогда вообще вся реальность была бы другой. И люди, которые находились там в том же 1920 году, они не могли оценить то, что происходит так, как можем это сделать мы. Но поскольку мы знаем, что ордынское владычество, пускай, ну давайте назовем его пока так, привело к тому, что через пару сотен лет оно исчезло, и его орда распалась, Русь стала независимой, более того, Русь вобрала в себя целый ряд осколков бывшей Степной империи, Казанское ханство, Астраханское ханство, Крымское ханство, то сейчас мы можем рассматривать этот период как один из периодов нашей истории, который не привел непосредственно к, ну скажем, там, величию нашей страны сегодня. И в этой связи очень уместен вопрос о том, насколько ордынское нашествие иго задержало развитие нашей страны или не задержало его. Но на этот вопрос, я думаю, надо отвечать уже потом, когда мы разберемся с тем, что это были за события. Что касается термина иго, ну оно означает унизительную зависимость и серьезную зависимость. Сам по себе образ берет свое начало в античности, когда в Древней Италии был обычай попускать под игом, то есть под упряжкой для валов, воинов армии, которая капитулировала на позорных условиях. Ну и в частности, вот Марк Габриэль Шарль Глеер в середине XIX века написал картину «Римляне под игом». Можете ее видеть на экранах, где в центре изображено как раз вот прохождение римских воинов под Ермом во время одной из сомнитских войн, после одного из поражений Римской Республики. И с тех пор в литературный язык вошло слово «ига» в значении такой унизительной зависимости. И в русской традиции, ну где-то с XVIII века примерно термин «татарская ига» утвердился в качестве основного. При этом нужно четко понимать, что современные татары, скажем, казанские, в общем не имеют отношения к Орде, ну прямого во всяком случае. И понятно, что основную массу жителей Орды составляли люди, которые говорили на тюркских языках. Но эти тюркские языки были предками современных тюркских языков. Точно так же, как русские люди XIII века говорили не на том языке, на котором мы говорим с вами сейчас. И современный русский язык сложился в значительной степени вследствие того, что северо-восточная Русь оказалась отделена от юго-западной и западной Руси. И отделение на русский, украинский и белорусский язык, оно начинается, ну где-то, может быть, с XV века. Но это происходит в рамках той реальности, которая сложилась, политической реальности сложилась в результате появления Орды. Напомню, что у истоков Орды стоит Чингисхан, знаменитый правитель. Вот его портрет XIV века вы можете видеть. Это фантастический портрет, мы не знаем, как выглядел Чингисхан на самом деле. Но биография его была бурной, она не до конца понятна. Дата рождения его даже точно неизвестна, где-то между 1155 и 1162 годом. Но зато дата смерти известна, это август 1227 года. И за эту жизнь Чингисхан смог построить огромную империю. Вот карту вы можете видеть. Желтым цветом показаны владения, завоеванные при Чингисхане. Почему это стало возможным? Понятно, что расширение любого государства, строительство империи возможно тогда, когда вы на подъеме, а соседи в упадке. Только в этом случае вы сможете их достаточно быстро завоевать. Иначе вы будете вести бесконечную войну с каким-то равным по силе соперником и с переменным успехом. Действительно, тот же Лев Гумилев обосновал три стадии развития климата Евразии. И XII век пришелся на момент максимального увлажнения степей центральной Евразии. Пустыня Гоби практически исчезла. На ее месте возникла в худшем случае сухая степь. А современная Монголия вся была покрыта зелеными травами. Там было изобилие воды. И на этой почве стада, конечно, выросли. И сами кочевники стали чувствовать себя гораздо лучше. С другой стороны, самое сильное государство Дальнего Востока, Китай, переживало в XII веке относительный упад. Но здесь тоже можно вспомнить, что древние государства двигались земледельческие по замкнутому циклу историческому. Они в какой-то момент исчерпывали емкость экологической ниши, в которой они находились. Здесь наступало относительное перенаселение, потому что при данных методах ведения сельского хозяйства на данной территории можно было прокормить известное число людей. Когда население приближалось к этому порогу максимальному, оно начинало хуже питаться, начинались голодовки, социальное напряжение резко возрастало, восстания. Гражданские войны, усиленные нападением соседей, такой кризис, который продолжал... Мальтузианская ловушка. Мальтузианская ловушка, совершенно верно. То есть, в которой невозможно было выскочить до, ну, фактически XX века, когда сельское хозяйство испытало огромный прогресс. И сейчас мы можем говорить о том, что человечество, ну, вряд ли в эту ловушку попадет. Ну, с другой стороны, еще оказалось, что мы перешли ко второму типу воспроизводства населения. Прекратился, ну, или вскоре прекратится такой бурный рост населения на планете. Но пока мы находимся в XIII веке, когда мальтузианская ловушка действовала. Затем несколько десятилетий кризиса, население сокращается примерно раз в десять за это время от голода и эпидемии. И начинается новый виток развеси, который продолжается 200-300 лет, когда население снова убирается в некие пределы. Но пределы эти могут быть раздвинуты за счет либо экстенсивных факторов, то есть освоения новых земель, совершенствования ирригации, либо за счет интенсификации земледелия, освоения новых культур, новых методов земледелия. И можно увеличить емкость этой ниши, но все равно она останется конечной. Так вот, Китай находится в это время в таком кризисном положении. И главным противником Чингисхана оказывается не Китай, а уйгурское государство, которое носило несколько смешное по-русски название Си-Ся, с которым Чингисхан довольно упорно воевал. Вот город Харахоту, мертвый город, обнаруженный русскими путешественниками начала XX века в Западном Китае, он как раз является одним из памятников этой погибшей культуры. При этом монголы взяли на вооружение уйгурское письмо, например, и в XIII веке ввели переписку именно на монгольском с помощью уйгурского письма. Затем Чингисхан, преемники Чингисхана, сыновья и внуки расширяют империю еще больше, и к середине XIII века она охватывает территорию от Тихого океана, от Китая, от предела Вьетнама, я бы сказал, до Черного моря и земель Руси даже. Ну, формально и до Балтийского моря, если считать, что Русь входит в состав этой империи. Специфика этой империи степной была очень важной для понимания того, с чем мы имеем дело, потому что обычно кочевники, завоевывая земледелические народы, очень быстро оседают на землю. Ну, аристократия сразу же переселяется в города, начинает вести роскошный образ жизни, но первые поколения аристократов, кочевников еще на лето выезжают в степи, кочуют, потом перестают это делать, и образуется государство, в котором элита состоит из потомков кочевников, а рядовое население из потомков каких-то древних земледельцев. Неоднократно такие процессы происходили в Средней Азии. И тоже Хивинское ханство, Бухарский эмират начала 20 века, это последние государства, созданные таким образом в результате завоевания какой-то группы кочевников, какой-то группы оазисов, где кочевники переродились, в общем, в оседлое население. Это такой нормальный способ действий. Арабы, скажем, кочевые вскоре после Мухаммеда сделали то же самое, захватив там те территории, на которых современные арабские государства находятся, и отказавшись от кочевания. Но монголы решили сохранить свой привычный образ жизни, и поэтому, ну, мы не будем всю монгольскую империю там долго рассматривать, но, скажем, столица монгольской империи, город Каракору, который находился где-то в Монголии, был построен просто посреди степи. И, причем, возможно, это не был город в полном смысле этого слова, возможно, что это была просто очень большая стоянка кочевников, которых нигде не было почти капитальных сооружений. Поэтому вопрос, где находился Каракорум, до сих пор остается открыт. У нас в западной части монгольской империи были построены две столицы, это Сарай Берке на Волге и Сарай Джучи на реке Урал или Яик. Они были построены тоже в чистом поле, без связи с какими-то оазисами, какими-то древними районами городского поселения. Они найдены, там были капитальные здания, но не было стен городских, например. И на зиму этот город резко увеличивался за счет притока кочевников, на лето он пустел. Вот эти вот аристократии монгольской, она пыталась сохранить степь как сердцевину своего государства. И в этом была слабость этой империи, потому что у кочевников развитие социальной структуры имеет естественные пределы. То есть на почве кочевого хозяйства можно достичь, ну, чего-то вроде раннего феодализма. То есть развитый феодализм на кочевом базисе, видимо, невозможен. Ну, хотя бы потому, что вы не можете, например, в зависимость поставить жесткую рядовое население. Ну, можно закрепостить земледельца, но попробуйте закрепостить пастуха, который верхом на лошади пасет стада скота в степи. Во-первых, вы разоружить не сможете этого пастуха, потому что без лука и стрел он от волков не отобьется. И, естественно, вы не можете заставить его пешком пасти эти стада, потому что он не сможет это делать. А сидя верхом и имея в руках лук и стрелы, он является конным воином, которого принудить служить кому-то очень сложно. И в лучшем случае он угонит ваши стадо на другой конец степи и освободится от зависимости. А в худшем случае он поднимет восстание, убьет своих господ и будет сам там пасти эти стада. Поэтому у кочевников сохраняются родовые структуры, когда есть, безусловно, имущественное разделение, но богатые кочевники продолжают подчеркивать свои родственные связи с кочевниками победнее, ну а бедные пользуются так или иначе этими связями. И возникает, конечно, неравенство имущественное, конечно, эксплуатация, но она имеет не очень жесткие формы. И на базе вот такой социальной структуры развивать общество куда-то дальше невозможно. Оно стагнирует, тем более, что развитие ремесла в условиях кочевого хозяйства крайне затруднено. И когда происходит технологическая революция в XVI веке, и начинают отливаться бронзовые пушки, изготавливается порох, кочевники, их военные возможности кочевников оказываются несравнимыми с военными возможностями земледелительских государств, которые очень легко начинают расправляться с бывшими грозными степными противниками. Но пока еще огнестрельное оружие не изобретено, в принципе, кочевое общество может в рамках своей социальной структуры господствовать над земледельцами. Но повторюсь, что этот вариант монгольский, когда аристократия сохранила свой кочевой характер, является, насколько я знаю, уникальным, и никто больше такой эксперимент не пытался производить. Тот же Тамерлан, будучи узбеком, узбеки изначально кочевники, стал вполне нормальным правителем земледелительского государства и отказался от своего кочевого прошлого. А вот монгольские правители пытались от этого не отказываться. И поэтому, кстати, и столицы этой империи исчезли бесследно. Ну, хорошо, что нашли сараи, а Каракорум не могут найти, потому что они были построены, даже если там были капитальные постройки, они были построены вне связи с какой-то инфраструктурой земледельческой и были исключительно актом такой вот насильственной, актом высшей власти. Но монгольскую империю ни в коем случае нельзя считать примитивным государством каких-то грязных кочевников. Вообще, возник в XIX веке любопытный такой парадокс, и в живописи он отразился. Вот можете посмотреть, скажем, на картину, изображающую мученичество тверских князей в Орде. Там явно художник писал татарских воинов, вдохновляясь образом старьевщиков петербургских, которые в XIX веке были зачастую татарами, и, к тому же, они заставляют поклониться еще тверских князей идолу Будды, ну, потому что именно так представлял себе монгольские верования русский художник XIX век. Возникло представление, что кочевники всегда были какими-то малочисленными, плохо выглядящими, какими-то жалкими людьми, которые вообще непонятно, как могли строить степные империи, завоевывать земледельческие общества. А между тем, выглядели кочевники XIII века гораздо лучше, чем их потомки в XIX веке, но потому что и климатический для степи был оптимум, и людей там было много, и они пользовались успехами хозяйства оседлого. И, кроме того, монгольская империя взяла на вооружение опыт китайской бюрократии, но опыт китайской бюрократии — это что-то запредель. Действительно, Китай уже в VII-VIII веке нашей эры вышел на тот уровень бюрократизации, формализации управленческой структуры, которая в России была достигнута в XIX веке только. И это действительно для своего времени выдающееся было достижение. Монголы не смогли освоить во всем объеме эту премудрость, хотя характерно, что никто ее не смог во всем объеме освоить, и заимствование элементов китайской системы управления в Японии, во Вьетнаме и с северными соседями Китая оно носило частичный характер, потому что в полном объеме это освоить было невозможно. Но, скажем, систему связи, систему почтовых станций монголы использовали, и в русский язык вошло слово «ям», о котором называлась почтовая станция в допетровское время. Причем интересно, что через русский язык это слово пошло и в другие языки, и в современном эстонском слово «ям» означает «железнодорожный вокзал», потому что название почтовой станции перешло на станцию «железнодорожный». — Это, собственно, город. — Город, да. Ямбург или Ямгород, он, да, тоже от названия почтовой станции, ну, собственно, самого явления почтовая станция. С «ямой» как углубление в земле это, ну, слова не имеет, ничего общего, это амофоны, то есть созвучие. Монголы довольно развитую налоговую систему ввели, и вот то самое ордынское число, которое стало одной из проблем нашей российской жизни XIII века, было упорядоченной системой налогообложения, с которой Русь, например, раньше не сталкивалась. Совершенно другой уровень существовал в Монгольской империи связи, как бы сказать, в смысле управления с помощью письменных документов на Руси в XIII веке вообще, ну, записывались только договоры межкняжеские, и то не всегда, тогда как в Орде уже использовалась канцелярская переписка. И хан из Каракорума мог послать письмо на окраиню, западную окраину своей империи и вызвать там русского князя к себе ставку через письмо. Это была достаточно совершенная система, ну, и в определенные периоды Ордынская империя работала очень хорошо, и она в какой-то момент стала мостом между Востоком и Западом, и этот Великий Шелковый Путь стал реальностью вот в это время. То есть он стал действительно единой, хорошо работающей системой, когда генуэзские или венецианские купцы могли через Черное море проплыть, высадиться где-нибудь в Танайсе, то есть Азове современном, дальше по суше двигаться на восток, по хорошо оборудованным торговым путям. Ну, то есть не всегда это были дороги какие-то шоссейные, это могла быть просто голая степь, но в этой степи были колодцы оборудованные, была охрана. Есть, кстати, очень интересные итальянские путеводители по этому пути 14-15 века, где говорится, что, например, в Танайсе не нужно нанимать охрану, потому что и так все хорошо охраняется. И, видимо, были какие-то местные специалисты, которые пытались развести заезжих купцов на то, чтобы их взяли в виде охранника. Ну, вот специально подчеркивается, что переводчика нанять нужно, а охранников нанимать нет нужды. И эта система какое-то время неплохо работала, пополняя бюджет Монгольской империи. Но сама империя, конечно, несла в себе зародыши своего распада. Во-первых, любое государство раннефеодальное, построенное на волне завоеваний какого-то великого начальника, оно, как правило, распадается вскоре после его смерти. Но это можно бесконечные примеры приводить, начиная с империи Карла Великого. Но и с империи Чингисхана получилась подобная же история. Уже к концу XIII века она не существовала как единое государство. И для нас актуальным станет западная часть этого государства. Это Золотая Орда. Ну, Золотая Орда — вопрос тоже интересный. Когда и как появилось это название? Потому что, судя по итальянским документам Средневековым, а есть переписка даже хана Узбека, например, с итальянскими городами этого времени, с византийскими императорами. Это начало XIV века. Судя по всему, сама себя эта империя никак не называла. Она называла себя просто империя или государство. А своих подданных она называла люди империи или люди государств. Но это тоже естественно. Если мы строим великую империю, которая претендует на мировое значение, то нам не нужно ее как-то называть, чтобы отличать от других. Потому что других просто нет. Есть одна Великая Империя. Но Золотая Орда — это тоже устоявшееся название. Ну и, собственно, почему бы ее так не называть? Историографический термин. Да, это историографический термин. В документах эпохи термин не встречается. Тут есть проблема важная. У нас документов очень мало, потому что ордынские архивы все погибли. И у нас еще в описи имущества посольского приказа начала 17 века фигурирует сундук под номером 32, если я ничего не путаю, но это неважно, про который написано «В нем же грамоты царя Батыги, а их же никто не разумеет». И, видимо, это означает только одно, что это были тексты, написанные не арабской графикой и не на тюркских языках, потому что арабскую графику и тюркские языки русские переводчики 17 века легко читали. Видимо, это был амдук исчез. Он сгорел во время пожара 1632 года еще. И там в описи 1932 года он уже не фигурирует. Если бы в 12-м году успели бы хоть что-то увидеть из этого сундука историки, а так никто и не увидел. То есть, поскольку их никто не разумеет, эти грамоты, видимо, это уйгурское письмо и монгольский язык. И это значит, что это действительно 13 век. И что если это не Батый, то какие-то его ближайшие преемники. И было бы, конечно, крайне интересно, что писал Батый и его преемники московским князьям в 13 веке. Но мы этого уже, боюсь, не узнаем. Кирилл Борисович, хочу один момент уточнить. Вот вы упомянули про бюрократическую сторону вопроса, про другие социальные моменты. Но очень часто, и может быть даже в первую очередь, когда говорят о Чингисхане, осознанной им империи, в качестве ее основного достоинства, называют воинское искусство. Можно ли пару слов сказать об этом? Безусловно. Но воинское искусство, конечно, в любом случае, если это успешная империя, оно в любом случае должно было быть на высоте. Потому что без этого империю не построить. Но любят очень цитировать законоположение Чингисхана из Ясы, то есть свода законов. Кстати, то, что Чингисхан этот свод законов создал, говорит о том, что кочевое общество в его эпоху достигло довольно высокого уровня развития, но, во всяком случае, не ниже, чем русское в эпоху Ярослава Мудрома, когда появляется правда русская. В ЕСЕ, в частности, существуют очень строгие наказания за бегство с поля боя, неподчинение приказам. И уровень дисциплины в монгольском войске был действительно очень велик. И связано это, на мой взгляд, во многом с тем, что кочевникам было некуда отступать. То есть, если земледельцы могли укрыться в крепости, и в средние века вопрос о жесткой дисциплине мог быть... Ну, можно было обойтись и без жесткой дисциплины, я бы так сказал. И те же крестоносцы, у которых дисциплина была очень плохо, какое-то время побеждали арабских правителей Ближнего Востока. Но когда у вас нет опорных пунктов, нет крепостей, есть гулая степь и стада в них, то только в чистом поле можно противника побеждать. Это требует, конечно, хорошей организации и высокой дисциплины. И ордынское войско было не таким многочисленным, как оно рисуется. Ну, у нас есть всякие безумные цифры. Там 300 тысяч монголов, которые пришли на Русь, там 200 тысяч. Это, конечно, абсолютнейшая фантастика. Хотя бы потому, что такое количество лошадей, даже если представить, что у каждого воина была одна лошадь, а у каждого воина была явно не одна лошадь, и еще были обозы. Поэтому на одного конного воина приходилось явно и по две, и по три, а то и по четыре лошади. Просто кормить такое количество безумных лошадей под ножным кормом, если они собраны в один кулак, абсолютно невозможно. Опыт 20 века показывает, что кавалерийские соединения в 10-15 тысяч лошадей это был максимум того, что можно было держать в одном кулаке и везти по одной дороге, в общем, и ее окрестности. Но опыт наполеоновских войн на это же указывает. Поэтому я думаю, что в одном месте, в одной точке больше 10-15 тысяч воинов собрать баты, пришедшие на Русь, 100% не мог. Скорее всего, их было меньше, но русских дружинников было еще меньше, потому что даже крупные княжества могли выставить там пару-тройку сотен дружинников, ну, плюс какое-то ополчение. Характерно, что русское городское ополчение называется «тысячи». То есть это некое, ну, идеальное число воинов в этом соединении. Очевидно, что тысяча не очень больших городов могла насчитывать и 100 человек. Вот, кстати, с нами еще плохую шутку играет слово «тумен», который переводят, или «тьма», как «десять тысяч» соединения монгольских воинов и принимают его за чистую монету, но это просто административно-хозяйственная единица, которая называется «десять тысяч», опять же, учитывая, что в китайском «десять тысяч» — это великое множество, но это просто некое абстрактное большое число. Вот мы говорим, там, у нас есть миллион дел, я очень занят, но на самом деле, если вы напишите на бумажке ваши дела, их будет, там, не больше десяток. Вы сказали слово «миллион». Это абстрактное такое число. Ну, или у меня нет ни секунды времени, такая же точная абстракция языковая, уж секунда-то у вас точно есть. Может, у вас часа нет? Поэтому «тумен» тоже нужно принимать за просто некое обозначение количества воинов, их там было явно больше десяти тысяч. Просто много, да. И та же сотня могла насчитывать там 30 человек, а называться «сотни». Это абсолютно естественная вещь. Но другое дело, что монголы были хорошо, достаточно дисциплинированы. Опять же, надо отметить, что у монголов была дальневосточная военная этика. Ну, это, может, не самое главное во всей этой истории, но, во всяком случае, монгольские полководцы, тем более ханы, сами в бой не бросались. Полагалось, что правитель является божественным, правитель обеспечивает связь между небом и землей, и он не должен рисковать своей жизнью в бою, он должен отдавать распоряжение, стоя на каком-то холме. А тогда, как в России в это время, ну, на Руси, можно сказать, господствует западноевропейская рыцарская этика, и в плане вот своего внутреннего мира русские дружинники и князья были абсолютно типичными западноевропейскими рыцарями той эпохи, когда личная доблесть, личная отвага, личная удаль в бою считалась обязательным элементом княжеского достоинства, и князь считал просто ниже своего достоинства не участвовать в бою. То есть он мог до какого-то момента не участвовать в бою, а потом все-таки в бой вступить. И личный пример играл огромную роль, поэтому управление боем вообще уходило зачастую на задний план для западноевропейской военной традиции этого времени вообще здесь. Не только... Тут можно и Ричарда Львиное Сердце вспомнить, и многое кого из европейских монарх. Но, с другой стороны, опять же, это не значит, что это было неэффективно, потому что доблестные рыцари, воспитанные в определенной рыцарской этике, устремляющиеся за своим доблестным королем, могли творить чудеса и опрокидывать сильно превосходящие их армии и побеждать. В отличие... Поэтому далеко не всегда вот это личное участие князя в бою приводило к поражению, скажем. Но это была другая ментальность, другая этика. Понятно, что с управлением на поле боя у ордынцев все было значительно лучше, чем у русских князей. Были развиты всевозможные военные хитрости. Ну, какие хитрости? Тут тоже не надо думать, что их был прям миллион. И не надо думать, что трактат Суньцзы о военном искусстве. Это прямо настольная книга Чингисхана. И что... Может, он ее, конечно, читал? Или ему читали? Но в основном применялось ложное отступление. Заманивать противника в какое-то удобное место и дальнейшим его разгромом. При этом ложное отступление не считалось чем-то позорным и несоответствующим рыцарской этике. А в Западной Европе ложное отступление все-таки было морально уязвимым маневром. И считалось, что это не очень хорошо так делать. Но, опять же, речь идет о моральном идеале. И само собой, что никогда никакие моральные ценности не мешали травить своих политических противников или резать братья. Но это, конечно, морально осуждалось. Безусловно, Ордынское войско не было войском легких лучников, которые не имели доспехов и кроме лука другого оружия. Но у них были и легкие лучники из более бедных кочевников, которые могли применять только одну тактику. Это дистанционный бой. Но кочевники вообще не любили контактного боя. Начиная со скифов, кочевники любили дистанционный бой с помощью лука и стрел, которые, даже если не поражались воины противника, а если они были в доспехах, то лошади уж точно противника получали раны. И противник таким образом спешивался. Значительно поражался в своей маневренности. И дальше можно было уже с ним иметь дело более легко. Но у монголов были тяжело вооруженные воины, которые по качеству вооружения не уступали. Западноевропейским воинам этого времени. Но я подчеркну, что готического доспеха в это время еще нигде не было. Вот этих доспехов, которые выставлены в Эрмитаже и других музеях, когда рыцарь напоминает робота, современному ребенку, их еще не было. Не умели еще отковывать большие пластины тонкого металла и закалять их нигде не умели, ни на Западе, ни на Востоке. Поэтому носили либо кольчуги, либо доспехи из мелких чешуек или мелких пластинок, которые могли быть соединены самыми разными способами, хоть шнуром в японской традиции, хоть заклепками в европейской традиции, хоть кожаными ремешками. Но эти доспехи давали довольно хорошую защиту, тем более, что под них надевали толстый стеганый кафтан. И воины... Тут можно, опять же, продемонстрировать рисунок средневековый, который изображает монгольских воинов. Видно, что на них чешуйчатые доспехи, такие шлемы характерные, чешуйчатые. И они могли и копейным ударом противника поражать. Но единственное, что воины Дальнего Востока, как считается, не владели рыцарской тактикой таранного удара. Это тактика, которая возникла где-то в конце XI века, когда рыцарь зажимал копье под мышкой, упирался в стремена, там специальное седло для этого. Ясельного типа было разработано. И со страшной скоростью скакал на врага. И вот этот слитный удар тела рыцаря, туши лошади и копья выбивал противника из седла или пронзал его копьем. Насквозь Анна Камнина, дочь византийского императора, которая наблюдала крестоносцев первого крестового похода, писала, что франк на своей лошади, разогнавшись, может пробить стену город. Такая хорошая гипер была. Вот этим не владели, видимо, ордынские воины. Они держали копье, ну, либо посоховым хватом, когда вот так вот оно поднято, либо просто в руке. Но, в принципе, они могли вести контактный бой. И могли противостоять тяжело вооруженным русским и западноевропейским воинам. Я, прошу прощения, не перепью. Хочу отдельный вопрос задать относительно осадных приспособлений. Да. Ну, осадные приспособления монголов — это особая история. Вообще на Руси осадное искусство отсутствовало. К моменту ордынского нашествия у нас было два способа взятия города. Либо изгоном, то есть внезапным нападением, когда жители не успевают закрыть ворота. Либо измором, когда город окружался, и осаждающие ждали, когда у осажденных закончится продовольствие. Ни русские князья, ни кочевники Северного Причерноморья, те же печенеги или половцы, не владели никакими осадными тактиками. И, кстати, неприятным моментом стали орденские замки, когда рыцари попали в западноевропейские, начали экспансию в Привалтике. Они стали строить замки. И замки оказались неприятным сюрпризом для русских князей. Ну, рыцари использовали в это время уже арбалеты для обороны замков. И характерно, что в XIII-м начале XIV века не обходится ни одного сообщения летописного об осаде какого-то орденского замка, чтобы с печалью русский летописец не констатировал, что был убит стрелой из замка арбалетной, какой-то знатный русский воин. Ну, что говорить, знаменитые европейские рыцари тоже зачастую падали жертвой безвестного арбалетчика со стены замка. И их это очень огорчало, потому что смерть в бою от достойного противника — это одно, а смерть от руки простолюдина, который выпустил стрелу издалека — это совсем другое. Но подчеркну, что осадные технологии у нас были крайне примитивные и оборонительные тоже. Скажем, на те же башни в русских укреплениях не служили какими-то, скажем, устройствами для фланкирования стены или опорными пунктами. На каменных воротах сооружались церкви, потому что, в общем-то, ну, никакого смысла, кроме как создать торжественный въезд в город, в этих башнях, в общем-то, и не было. Те ли золотые ворота Киева или Владимира, можно вспомнить. Кстати, в византийской традиции не сооружались церкви на башнях, скажем, крепостных, потому что византийцы были наследниками очень древней традиции. Это называется словом греческим «полиоркетик», наука об осаде городов. И они умели всякие там делать хитрые машины. Ну, и поэтому сама идея штурма крепости открытой силой, как выражались в XVIII-XIX веке, была нова для Древней Руси. И когда русские князья, скажем, оставляли свои города и уходили вглубь княжеств собирать войско во время Батыева нашествия, они были полностью уверены, что качельники станут под стенами Владимира или Киева, будут его месяцами блокировать, может быть, сами потом еще и уйдут, потому что они съедят всю еду вокруг города и всю траву. То есть кто кого возьмет из моря? Совершенно верно, да. А у горожан есть запасы, и они даже не могли голову вообще запустить мысль о том, что монголы возьмут их крепости штурм. А монголы, тем не менее, применяли действительно какие-то метательные орудия, какие мы точно не знаем. Русские летописцы называют их пороги. Ведь вообще говоря, на Руси слышали что-то об осадных орудиях, и вообще самострелы на Руси немножко применяли. Но в целом это была неразвитая технология. Есть, например, археологические находки любопытные, но тоже это северо-запад, это зона контактов с рыцарями орденскими. Например, при раскопках Ланскрона у нас вот на территории Петербурга, на Офтинском мысу, в Орвии были найдены наконечники больших стрел, которые явно выпускали из каких-то стационарных стрелометов, причем осаждающих. Но это уже XIV века начало. Это довольно... Ну, через два поколения после Батыева нашествия. Но, в принципе... Это Ланскрона? Это Ланскрона касается. 1300, 1-й год. Но слово «пороки» вообще было в языке людей, которые читали книжки и писали летописи. Но конкретного описания этих пороков у нас нет. И ордынцы, видимо, могли разрушить какую-то часть стены, но это было не так просто. Не надо думать, что деревянная стена была прям деревянная. Она стояла на земляном валу. Внутри земляного вала были деревянные конструкции, чтобы вал не расползся и не расплылся под воздействием дождей. Сама стена, которая возвышалась над валом, была невысокой, высокой, высотой 3-4 метра, но она состояла из клетий. Это деревянные срубы, поставленные в ряд, набитые землей внутри. А по ним шел уже боевой ход, прикрытый стенкой из одного ряда бревен с амбразурами и крышей наверху, чтобы дожди не то что воинов не мочили, хотя это тоже было приятно при обороне, но самое главное, чтобы дожди стену не размывали и не портили ее. Иногда изнутри к стене пристраивали какие-то жилые постройки, но в целом клети были не деревянными внутри, они были набиты землей. И понятно, что бревна были отсыревшими, поэтому, скажем, поджечь стену русского города, просто пуская стрелы, обмотанные горящей паклей, было вряд ли возможно. Ну, могли сгореть какие-то участки крыши над стеной, но это не привозило к ее разрушению. Есть археологические раскопки ряда русских городов, небольших, правда, погибших во время Ордынского нашествия. Почему важно, что погибших? Потому что у них не восстанавливались укрепления. И можно судить о том, какие разрушения там нанесены. Есть проломы в стене. То есть деревянные вот эти вот конструкции сверху вала были снесены какими-то орудиями, но вряд ли это были тараны, это, скорее всего, какие-то камнеметные машины, которые бросали относительно большие камни. Еще вопрос, где эти камни было найти на Руси. Даже для каменного строительства камни приходилось привозить издалека. Поэтому не надо думать, что камни возили в обозе. Там даже машины сами не возили в обозе обычно, а ехали мастера, которые строили машины на месте. Ну, какие-то главные части там, может, и были, металлические части, но их собирали на месте. Это так, что не надо думать, что ордынцам было очень легко еще и свои пороки применить. Тем не менее, они это делали. И известно из опять же русских летописей, что ордынцы штурмовали город посменно. Но, видимо, это не был штурм вот в том виде, в котором мы себе представляем его по кино. Когда волны ордынцев лезут, ну, или какие-нибудь орков, лезут на стену эльфийской крепости, их сбрасывают со стены, и под стеной растет вал трупов, и новые толпы орков лезут, значит, по этим лестницам. Нет, скорее всего, просто отряды монгольских воинов подходили близко к стене, возможно, прикрываясь большими щитами, какими-то сделанными на месте, и обстреливали из луков город и крепость. При этом обороняющиеся вынуждены были постоянно находиться на стенах, потому что не знали, в какой момент эти воины бросятся на что. В результате, если осаждающий мог менять свои контингенты, они отдыхали, то у нас не было вообще даже такой практики. И, естественно, что русские воины в какой-то момент сильно утомлялись. Воины и горожане уставали стоять на стенах, могли расходиться, поспать, отдохнуть и поесть. Ну и в какой-то момент, через несколько дней, естественно, внезапно ордынцы бросались на штурм. И на стенах находили немногих воинов, обороняющихся. При этом иногда были и археологически считываются прямо такие героические подвиги, когда хорошо вооруженный русский воин мог в проломе обороняться довольно долго. И довольно много приходилось потравить ордынцам усилий, чтобы преодолеть его сопротивление. Но внутри города, после того, как войска монголов врывались в город, сопротивление могло продолжаться в каменных постройках. Прежде всего, церквах. Ну и есть легенда о том, что Десятинная церковь в Киеве то ли рухнула от веса людей, которые взобрались на ее своды, спасаясь от ордынцев, но археологи решили, что это вряд ли возможно, то ли действительно стены были разрушены таранами. И после этого крепость, церковь рухнула. При раскопках Киева нашли, скажем, людей, которые пытались выкопаться из-под завала в Десятинной церкви, начали копать подземный ход. Но, видимо, задохнулись в процессе строительства этого входа, не дойдя несколько метров до поверхности. Кстати, начинался пожар, естественно, в городе деревянном. И в том же Киеве найдены останки, например, двух девочек-подростков, которые забрались в печь, чтобы спастись от пожара. И там, видимо, задохнулись и погибли. Но и в Киеве, кстати, найдено довольно много останков людей, которые были убиты в 1240 году. Есть даже могила в Киеве, созданной археологами уже в конце 20 века, где написано, что это братская могила киевлян, погибших во время ордынского нашествия. Но это связано с тем, что Киев довольно долго пустовал после этого, и останки успели закрыться культурным слоем каким-то, или землей, во всяком случае, потом сверху что-то строили. Но в Владимире, например, мы таких непосредственных остатков штурма не увидим. Там есть, конечно, пожарный слой обязательно, но поскольку люди продолжали жить на этом месте, они, естественно, разгребали руины, они хоронили покойников, которых могли найти. При этом Батыево нашествие не случайно осталось в памяти. Оно было действительно очень разрушительным. Такого удара по городам не было вообще за всю историю Руси до этого, потому что никто так много городов не брал и не сжигал. Одномоментно. Есть подсчеты Бориса Саныча Рыбакова, которые показывают, сколько ремесел пропало после этого, и там десятками насчитываются ремесла. То есть, видимо, все мастера либо погибли, либо были угнаны в рабство. И поход Батыя был достаточно типичным приемом Орды, потому что всегда вторгаясь на новые территории, ордынцы занимались грабежом и разрушением для того, чтобы подорвать военную мощь своих будущих завоеванных, подданных и показать им, что с Ордой сражаться невозможно. Нужно подчиниться и платить дать. А можно попросить вас для наших зрителей, которые давно закончили школу, схематично напомнить этапы монгольского нашествия? Напомним. Вы можете видеть карту монгольского нашествия. В принципе, нашествие состояло из двух эпизодов. Первый эпизод — это поход в северо-восточную Русь. Это 1237-38 годы. И второй эпизод, 1240 год, — это поход в южную и юго-западную Русь. Во время первого похода Батый из самых известных городов взял и разрушил Владимир на Клязьме. И затем он двинулся в сторону Новгорода. Ну и там вот у Игнача Креста чудом развернулся и ушел. Ну, естественно, что, вероятно, дело было в оттепеле и в весенней распутнице, которая начиналась. Что еще важно, кочевники никогда не атаковали Русь зимой. А зимнее нашествие Батыя было абсолютным новшеством. И у меня вообще возникает очень большой вопрос, а как ордынцы решали вопрос кормежки лошадей. Это вопрос крайне небанальный, потому что зимние походы, их узким местом всегда был корм для скота. Но есть версия, что монгольские лошади там прям питались ветками деревьев. Ну, хорошо, что не лазали еще по деревьям за кормом. Но, видимо, действительно, монгольские лошади были крайне неприхотливы даже по меркам средневековых лошадей и могли довольствоваться крайне скудными ресурсами. Потому что Русь была населена довольно редким населением. И довольствоваться за счет ресурсов местных жителей на селе было очень сложно. Вообще, зимняя кампания, любая, была чревата голодом в армии, которая предпринимала эту кампанию. Но ничего о голоде в ордынском войске мы не знаем. Видимо, как-то эту проблему удалось Батыю решить. Второе, поход тоже был зимним. Там разгром Киева был главным эпизодом этого похода в нашей исторической памяти. Затем ордынцы двинулись в Западную Европу. Они прошли через Галлицко-Волынскую Русь. Но вот тут несколько крепостей в Галлицко-Волынской Руси, например, город Холм, ордынцы не взяли. И, возможно, что в этот момент уже началось истощение наступающего войска. Потому что Батый начал отказываться от штурма каждого города, который он видел на своем пути. Затем в Польшу прошли ордынские войска. И дальше они, в конце концов, дошли до Адриатического моря в городе Сплит или Спалато. И там воинам объявили, что достигнуто последнее море. А Чингисхан завещал достигнуть последнего моря на западе. То есть он знал, что есть Тихий океан на востоке. И предполагал, что есть некое последнее море на западе. Но вот Адриатическое море выдали за последнее море. И дальше ордынцы вернулись. Действительно, у нас есть красивая цитата из Пушкина, которую все знают. Я ее напомню. «Россия определено было высокое предназначение. Ее необозримые равнины поглотили силы монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы. Варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией». Это хорошая цитата, и в какой-то степени она верна. Во всяком случае, Батыев, поход действительно как-то к западу от Руси продолжался недолго. Хотя панику монголы в Европе навели исключительно, и германский император Фридрих II Гогенштауфен бежал на Сицилию, на всякий случай, зная, что кораблей у монголов нет, и до Сицилии они вряд ли доберутся. Кстати говоря, слово «татары» стало популярным в Европе еще и потому, что оно было созвучно латинскому слову «тартар», то есть ад, и таким образом ордынцев можно было выдавать за исчадие ада посланцев из ада, что было просто красиво. И позволяло... Первых это красиво. Монгольское нашествие. Это вопрос важный, но есть еще один аргумент. Мы должны понимать, что Венгерская равнина — это последний кусочек степи в движении на запад, и все движения волн кочевников с востока останавливались где-то в Северном Причерноморье или самое большее на Венгерской равнине. Поэтому, в принципе, монголам как кочевникам дальше в Европу было идти некуда. Они чувствовали там себя крайне некомфортно, будучи вырванными из привычной среды, и потом монгольская империя предпримет во второй половине XIII века попытку завоевания Ирана и Ирака современного и столкнется с арабскими государствами Ближнего Востока. И там орда тоже не будет достигать больших успехов, потому что, видимо, уже слишком далеко она оторвется от степной сердцевины своей империи, и поэтому движение Орды должно было как-то остановиться. Ну и так получилось, что мы тут вот оказались крайне в этом месте. Но Русь, безусловно, оказала сопротивление довольно сильное, хотя и не какое-то исключительно необычное, потому что и государства Средней Азии оказывали сопротивление ордынцев, и в Польше там было собрано войско, которая под Легнице потерпела поражение, правда, от Орды, но, тем не менее, тоже нельзя сказать, что не сражалась против монголов. Так что... Но в любом случае, действительно, Русь оказалась последней территорией, которая была завоевана монголами, и дальше их распространение империи на Запад прекратилось. Очень важный вопрос. Можем ли мы установить по каким-то источникам, а как формулировала верхушка монгольской элиты, монгольской аристократии, цель вот этого завоевать? Ну, цель завоевания — достижение мирового господства, то есть завоевание всего известного мира от моря до моря. В принципе, это цель, которую преследовали многие, начиная с Александра Македонского. Цель, ну, она, понятно, что это вообще интересная такая идея — завоевать весь мир многим приходит в голову. С другой стороны, через небольшое время, когда монгольская аристократия познакомилась с конфуцианскими представлениями о государстве, о мироздании, возникла тут же такая культурная версия этой идеи, и что, ну, должно быть вообще одно государство на Земле, которое управляется в рамках конфуцианской морали, и император является этим связующим звеном между небом и землей, поэтому существование каких-то других государств — это временная случайность, которая должна быть прекращена, и все должны быть в рамках одного государства. В общем-то, эта же идея и в христианских империях была заложена, и в идее мусульманского халифата она же заложена. То есть, в общем, ничего необычного или оригинального в этой идее не было. Но тут важный момент еще есть. Монголы были в это время шаманистами. Они были, как бы сказать, типичными шаманистами, которые воспринимали потусторонний мир достаточно упрощенно, никаких сложных философских концепций у них не было, и была просто совокупность обрядов. Поэтому это позволило Чингисхану в ясе записать, что нельзя оспаривать никакое вероучение, и нельзя не только над ним смеяться или его притеснять, но нельзя вообще и спорить с носителями того или иного вероучения, потому что они все имеют равное право на существование. И с точки зрения монгольского шаманизма все это было неважно. Ну, это, знаете, кто-то любит там боевики, а кто-то любит романтические комедии или там мелодрамы. О вкусах не спорят. О вкусах не спорят, да, потому что, ну, собственно, главным было проведение конкретных обрядов. Ну, например, там всех, кто приходил к хану, обязательно проводили между двумя кострами, разведенными у резиденции хана. Особым образом считалось, что эти костры очищают любого лошадьшего и, самое главное, не пропустят злого духа в образе человека к хану, который сможет навредить хану. Ну, или, например, нельзя было наступать на порог юрты. Это тоже считалось признаком того, что это злой дух, принявший человеческий облик. Такого гостя нужно было убить. И не всегда люди, которые сталкивались с монголами, понимали вот эти нюансы и, скажем, ну, вот вы пришли к гостю монгольскому хану, вас вроде бы хорошо приняли, а потом взяли и убили, потому что вы наступили на порог юрты, а вы не знали, что так делать нельзя. А монголам не приходило в голову, что есть люди, которые могут не знать, что так делать нельзя. Но типичная проблема общения между культурными различиями. При этом есть интересный, еще один интересный нюанс. В русских источниках все время педалируется тема каких-то отвратительных обычаев монголов. Ну, в частности, питья кумыса, который является каким-то совершенно адским питьем, пить которое нельзя. Вся церковь даже объявила грехом в какой-то момент питье кумыса и требовала покаяния от людей, которые его пили. Но характерно, что до этого, до монгольского завоевания никаких нареканий на кумыс мы не видим. А очевидно, что половецкие ханы или печенежские ханы, чем они должны были угощать своих русских гостей? Ничем, кроме кумыс. У них ничего не было. И, видимо, дело было не в кумысе. Дело было в том, что... Это очень важный момент. Русь впервые оказалась встроена в жесткую вассальную зависимость. И даже хуже. Она впервые стала частью достаточно централизованного государства. Ну, вот у нас есть периодизация ордынского владычества. Периодизация, которая может быть оспорена, но она предлагается как одна из. И она важна, чтобы понимать оттенки этого периода. Ну, понятно, что период между 1223 годом битвой на Калке, первым столкновением с монголами, и 1241-м – это период завоевания. С 42-го по 45-й год оформления зависимости. Причем ключевым моментом была личная явка князей для принесения вассальной присяги. Кстати, абсолютно западноевропейский институт, могущественные западноевропейские сеньоры точно так же требовали от своих вассалов лично являться для принесения вассальной клятвы. И по современным меркам принесение вассальной клятвы западноевропейскому королю или князю выглядело тоже довольно унизительно. Нужно было встать на колени, поцеловать руку вашего сеньора и принять из руки сеньора какой-то символ власти. Ну, если это был, так скажем, церковный сеньор, нужно было перстенные в руки поцеловать. Ну, во всяком случае, поцеловать руку или что-то, что на ней было надето. В фильме «Придли Скотта» «Последний дуэль» очень хорошо показано. Да, но, кстати, фильм-то надо было назвать «Последний божий суд», конечно, потому что речь идет именно о Бардалиях. Ну, это вон и в... Можно вспомнить тоже «Игру престолов», там где вот... Ну, в любом фильме про Средневековье там эти вещи показаны. Кстати говоря, обычаи, связанные с куртуазностью, там пропускать даму вперед, целовать даме ручку, уступать даме место, целиком выросли из обычаев, связанных с отношениями сеньора и вассала. То есть все вот это вот делал вассал по отношению к сеньору. А потом уже просто дама заняла символическое место такого вечного сеньора для рыцаря. И даме целуют ручку не почему-нибудь, а потому что это такая имитация вассальной присяги. Да, совершенно верно. Они пропускают ее вперед и открывают перед ней дверь. Тоже именно поэтому. И перед самыми... Сейчас же есть такая... Ну, говорят, что на Западе некоторых дам травмируют то, что перед ними открывают дверь, якобы указывая на то, что они слабые физически. Но я вам скажу, что самые сильные физически европейские короли не отказывались от того, чтобы перед ними открывали дверь, потому что это часть ритуала, часть антикета. Кирилл Борисович скоро станет кумиром феминисток, потому что он, так сказать, дает почву и пищу для обоснования равноправия баллов. Я стараюсь. Ну и в Востоке эти ритуалы были похожими. То есть там единственное, что вместо целования руки был ритуал возложения руки на голову. То есть нужно было снять головной убор, и вам на голову ваш сеньор возлагал свою руку, демонстрируя тем самым, что вы переходите под его защиту и попадаете в его круг вассалов. Ну и нужно... Там были интересные нюансы, поскольку мебели-то в юртах никогда не было, то все сидели на ковре. И был особый способ сидения на коленках, это называлось, но это было не стояние на коленях, это разные вещи. Когда человек сидел на подогнутых ногах, опираясь своим седалищем на свои пятки, это была нормальная поза сидения, а не демонстрация своего вассалитета. А вот чтобы продемонстрировать поклон, нужно было встать на четвереньки и коснуться лбом ковра. Перед местом, где сидел хан, это было уже таким большим поклоном. Ну, в принципе, земные поклоны клали и перед могущественными вассеньорами на запад. Что это все часть единого феодального этикета. Эти вещи, конечно, сами по себе не могли русским князьям показаться унизительными. Другое дело было, что они впервые попали в положение этих самых вассалов. И вот во время явки князей в 42-45 году, кого в Каракарум, кого поближе, они должны были приносить вассальную присягу, что было непривычно, очень неприятно, и ломало их представление о мире. И получить еще ярлык на свое княжение. То есть документ, который их легализовал, да, как князь. Затем с 45 по 63 год происходит, как считается, что зависимость имела наиболее жесткий характер. Владимирский князь обязательно должен был ездить в Каракарум за утверждением. Внутри Монгольской империи тоже была иерархия, и вассалы, так сказать, первого порядка утверждали в центре. А вассалы второго порядка на периферии. Затем нужно было платить дань, и на Руси была проведена первая перепись населения, число. Вообще страшно обидно, что у нас нет никаких документов. Потому что если бы они были, мы бы понимали экономику Древней Руси, совершенно на несколько порядков лучше, чем мы сейчас понимаем. У нас даже сейчас нет твердого понимания, сколько людей жило в Древней Руси. А тут было перечислено вообще все. Ну и нам известна эта история, когда Александр Невский заставил новгородцев согласиться на перепись, чтобы избежать похода ордынских войск. И Александр Невский в этой ситуации становится важным буфером между монголами и Русью. И здесь возникает еще одна важная проблема. Есть даже такая концепция, что московские князья, они вообще не были борцами с ордынским ик. Они были верными вассалами хана. Они верно служили ханам. Ни о каких задних мыслей у них не было. И даже Дмитрий Донской воевал не с ордой, а помогал Тахтамышу, законному хану, разгромить претендента Мамая. И потом уже получилось... Тротисты и узурпады. Да, то есть получается, что мы тут верой и правдой служили монголам. Видите, вопрос этот почему сложный? Потому что, ну, представьте себе ситуацию, когда вы относительно слабый вассал могущественного сеньора. Вы, конечно, мечтаете где-то в ночи о том, чтобы стать независимым могущественным государем. Но об этих мечтах нужно молчать и никому, даже ближайшему окружению, не говорить. Потому что, не дай бог, слухи об этом дойдут до сеньора, и вы точно лишитесь вашего владения, а может и головы. Естественно, что вы должны всячески демонстрировать крайнюю верность своему сезерену, максимально создавать благоприятное отношение к себе при дворе этого сезерена, там даже интриговать, лебезить, носить подарки каким-то его ближайшим людям-фаворитам, потому что эти люди постоянно общаются с сезереном, а вы находитесь далеко, и про вас там на плиту бог знает, что еще. Поэтому подспудно укреплять свое могущество и только в какой-то момент потом сбросить маску, когда для этого придет время. Более того, если бы Орда сохранилась до сих пор, то я бы не возражал против концепции верной службы московских князей Ордынскому центру. Но поскольку Орда в какой-то момент разрушилась, а Русь стала независимым государством, то логика исторического развития Руси вела к тому, что она станет независимым государством. И сейчас это можем твердо сказать. Поэтому, исходя из этой логики, мы выстраиваем всю цепочку причинно-следственных связей. Я позволю себе вставить здесь несколько слов относительно Александра Невского, потому что в постсоветское время появилась, на мой взгляд, антиисторическая, нарушающая принцип историзма, концепция, которая рисовала Александра Невского кем-то вроде генерала Власова, кем-то даже использовался кем-то коллаборационист, и работа западного историка Феднелла сыграла в этом большую роль. Ну, это глупости, потому что Александр Невский, вы употребили очень верное, на мой взгляд, слово, буфер, да, Александр Невский, он был именно тем самым буфером между Ордой и древнерусским населением, да, населением. Александр Невский стал великим князем Владимирским в конечном итоге, и он как опытный политик и администратор прекрасно понимал, что политика — это искусство возможного. Безусловно. И стремиться, пытаться достичь невозможного в ограниченные сроки — это прямой путь к гибели. Поэтому Александр Невский по одежке протягивал ножки. Кстати, необычность Александра Невского была многопланова. И здесь потом мы еще вспомним борьбу с рыцарем. Это очень важный аспект, потому что Орденовское нашествие пришлось в очень плохой для Руси период, когда вообще ее внешнеполитические позиции резко пошатнулись. Как на Западе, и на Западе, и на Юго-Западе, и на Юго-Востоке. То есть со всех сторон ситуация резко ухудшилась. И в этом смысле Орденское нашествие оказалось таким вот приуроченным к моменту ослабления Руси. Но Александр Невский был необычен, например, тем, что он, видимо, лично не участвовал в битве на Льдуческого озера. И он руководил битвой, как это было принято, на Востоке. Он был первым, кто принял постриг перед смертью. Ну, кстати, в святые он был за это. К лигу святых причислен. То есть он явно вышел еще на новый уровень личного благочестия. Но это тоже отдельная история. И, видимо, он в какой-то степени начал приближаться по своему сознанию к роли политика эпохи централизованных государств. Тут надо быть очень осторожным, чтобы не модернизироваться. Но, безусловно, он отличался от рядовых князей своей эпохи, для которых военные успехи своего княжества были Альфа и Омега их существовать. И для которых война была чем-то вроде разновидности охоты, но которая еще и приносила добычу. В этой довольно мрачной и однообразной круговерти бесконечных княжеских усобиц, которые предшествовали монгольскому нашествию, деятельность Александра Невского выглядит более осмысленной. То есть он, возможно, был продолжателем той линии, которая, возможно, была начитающей Юрием Долгоруким на возвышение северо-восточных княжеств, Владимирского княжества за счет юго-западных княжеств, за счет Киева. И в конечном счете эта линия в своем развитии привела и к Ивану Калите, и потом к Дмитрию Донскому, и в конце концов к Ивану Третьему, который уже вышел на новые рубежи централизованного государства. Поэтому Александр Невский был его внешняя покорность Орде и стала одним из инструментов, которые использовали московские князья, которые, ну, Иван Калита вообще широко пользовался этим инструментом, потому что укрепление Москвы как верного вассала Орды в конечном счете вело исторически к независимости Москвы. И вот период имперской зависимости сменился периодом баскаческим после 1263 года и до рубежа XIII-XIV века. Я прошу прощения, уточню, период имперской зависимости он как реализовывался? Реализовывалось это в виде выплаты дании на основе переписи населения, то есть тут уже что-то утаить или уклониться было невозможно. Военные контингенты Руси участвовали в походах Ордынского войска, в том числе и сведения о походах русских дружин в Закавказье и на территорию современного Ирана в рамках монгольского войска. И Русь находится под максимально пристальным контролем и опекой из Каракарума. Мы постоянно на Гарнизона оставались Гарнизона не было, но в принципе у кочевников была проблема с Гарнизонной службой, потому что они физически не могли оставлять своих воинов надолго вне степного пространства. Но в общем контроль был мы не очень хорошо понимаем механизм этого контроля, потому что баскачество появляется в 1263 году. Возникают наместники на Руси Баскаке. Возможно, что баскачество было попыткой найти оптимальную форму контроля над русскими землями, но совпадает переход от имперского периода к баскаческому с распадом Монгольской империи. Западный Улус, то, что мы называем Золотой Ордой, откалывается и начинает жить своей собственной жизнью. И теперь уже в Каракарум никто не ездит, а ездит либо в Сарай Берке, либо в Сарай Джучи, вот в Нижнее Поволжье. Баскаческий период заканчивается в начале XIV века в результате ряда восстаний. Ну, восстание в Твери есть знаменитое 1324 года, есть даже историческая песня «Узлом щелкане татарине», там, Баскак, Чолхан. И в этот момент Иван Калитас мог убедить хана Узбекова в том, что наиболее рационально это отказаться вообще от посылки наместников на Усь, а довериться Ивану Калит, который будет собирать дань. При этом о переписях мы ничего не знаем в это время, и, видимо, возникла такой люфт, возник, когда можно было рассказывать ханам о том, что у нас одно количество населения, на самом деле оно было другим, можно было отдавать им часть дани, а часть дани присваивать себе, что работало на возвышение Москвы. Это явный пример как раз укрепления централизации российской. Да, но мы, видите, тут проблема была в том, что, казалось бы, можно было сразу взять на вооружение весь китайский арсенал, прямо в 13 веке, там, кто мешал поехать в Каракарум, послать каких-нибудь русских людей, десятка-два, учиться там в Китай, и научиться всей этой конфуцианской китайской премудрости, и потом управлять бюрократически. Но Русь была очень далека в плане социально-экономическом от того, чтобы перейти на этот уровень. Поэтому, видимо, религиозные препоны тоже, но, знаете, Петру не помешала разница религиозная, заимствованию каких-то моментов на Западе. Эпоха другая. В том-то и дело. Эпоха была такая, что для нас было раненько еще бюрократию разводить и бюрократической перепиской заниматься. Ну и затем уже в XIV веке до Куликовской битвы это ситуация, когда Русь становится все более формальным вассалом ордынских ханов. Время от времени русские князья ездят в Орду. Кстати говоря, в Орде возникают между ними конфликты серьезные из тех же московских и тверских князей. И князья активно интригуют при дворе хана. И Иванка летающий женился на сестре хана узбека. То есть выходит на новый уровень связи семейная. Но в целом это этап, когда уже Орда не могла непосредственно контролировать русские земли. Ну и затем в конце XIV века начинается в Орде Великая Замятня. Это последние два десятилетия XIV века. ситуация, когда ханский престол переходит каждые несколько месяцев от одного хана к другому. Когда идет постоянная гражданская война в Орде, как раз в это время разоряются вот эти столичные города, которые стояли в степи и оказываются заброшенными эти города. В это же время начинается возвышение державы Тамерлана, который в Средней Азии базировался и который разрушал Орду с той стороны. То есть у нас Тамерлан, и русские Дмитрий Донской работали в одном направлении, но с разных сторон поджигали это государство. И в конце концов Куликовская битва означала принципиальный сдвиг. То есть она означала то, что Русь объединенная может выступить против Орды и иметь шансы на военный успех. Не носить поражение отдельным отрядом, это было уже до этого, а разгромить главное войск. Но опять же характерно, что тот же Тахтамыш, костя он и пришел на Русь и взял Москву, но Москву-то он взял обманом, и на штурм укреплений Москвы Тахтамыш уже не решился. То есть несмотря на то, что казалось бы должны были прогрессировать технологии осадные, а соотношение сил было уже другим, и мы узнаем при осаде Москвы Тахтамышем, что у нас огнестрельное оружие уже на стенах Москвы появляется. То есть постепенно еще и социальный прогресс и технический прогресс оказываются работающим на Русь, а не на Орду. Ну и в конце концов уже в 15 веке происходит постепенная ликвидация зависимости. Русские князья оказываются при дворе хана только как пленники в результате стечения обстоятельств. Вот тот же Василий Второй в 1445 году попал в плен, но это был военная неудача и это был последний случай, когда русский великий князь оказался в Орде вообще. После этого в Орде уже никто не оказывается и меняет ситуация и экономическая и символическая. Ну, скажем, в конце 14 века вполне возможно, что на Руси начинают чеканить собственную монету. Там тоже был интересный момент. Ее чеканить сначала как подражание ордынской монете, но мы улавливаем начало чеканки только тогда, когда мы начинаем находить монеты, отличающиеся от ордынских. Там был этап, когда на монетах писалось имя русского князя и хана, но есть монеты рубежа 14-15 века, на которых вместо арабских букв бессмысленно языкорючки, но иногда немножко похожие на имя хана, который правит в это время. И, видимо, это какая-то предыдущая стадия чеканки, когда еще боялись чеканить свое имя, но уже чеканили монету абы как, изображая эти буковки. Но мы можем теоретически представить себе, что до этого был еще один этап самостоятельной чеканки, когда в Москве, например, чеканили монету точно подражающую ордынской. И мы не можем отличить по этому монету ордынской чеканки от монеты московской чеканки. Но очень логично предположить, что этот момент тайной чеканки был и что он происходил уже во времена Дмитрия Донского. Но мы об этом ничего не знаем, потому что это была очень секретная операция. А чеканка монеты говорит нам о двух вещах. Во-первых, о том, что экономика требовала чеканить монету. Вообще, у нас была опытка чеканить монету в XI веке, но это была символическая чеканка, не имевшая экономического значения, просто чтобы заявить о себе. А экономическая уже, как бы сказать, чеканка, вызванная экономикой, это конец XIV-XV век. И здесь второй момент это заявка о себе. То есть, в отсутствии интернета и возможности наклеить там постер на стену, монета была заявкой правителя на то, что он правитель. И там сначала было написано имя правителя, Апату уже появляется и портрет правителя, который становится частью его пропаганды, частью его образа. До портрета нам было еще очень далеко, но пока, во всяком случае, первую монету щеканить начали. И постепенно происходит естественный процесс, когда Русь с одной стороны усиливается, а усиливается и количественно, то есть увеличивается население, увеличивается количество городов, увеличивается ремесленное производство и качественно она все больше и больше централизуется. Ну а централизация мы будем говорить в следующий раз о создании нашего централизованного государства. Напомню, что важнейшим предпосылкой централизации является развитие общего рынка, потому что без общего рынка вы можете завоевать любые территории, но они также легко распадутся, потому что никакого интереса экономического в поддержании этого единства у населения не будет. экономический интерес возникает тогда, когда население начинает более-менее интенсивно торговать. Конечно, это не современные торговые потоки и, конечно, это не товары повседневные, которые пользуются рядовой крестьянин, это предметы роскоши, это, ну, возможно, соль из предметов, товаров, которые нужны всем, но, во всяком случае, это усиление торговой связи. И на этом базисе начинается централизация. В общем, это процесс всемирно-исторический, в Западной Европе централизация начиналась с этого, и у нас она с этого начиналась, а с другой стороны орда все больше распадается, потому что она оказывается в странном положении, политической надстройки над развитыми городскими обществами, а сама это кочевая. И характерно, на какие осколки распадается орда. это Крымское ханство, в котором есть развитые города и развитое земледелие, и это, ну, есть элита, которая немножко там подкачевывает, но, в принципе, это городское общество. Хороший термин, подкачевывает. На дачу подкачевывает, собственно, на лето. Есть Казанское ханство, создавшееся вокруг мощного городского центра Казани и насчитывавшего еще ряд городов в своем составе. Астраханское ханство, это еще один мощный городской центр, еще и Волжский торговый путь. Это полноценные земледелические государства, которые, ну, конечно, преемственностью были связаны с Ордой, но уже в них не было этой искусственной схемы господства кочевников над земледелцами. Ну, еще Сибирское. Ну, Сибирское ханство просто было наименее развито, упомянуть его можно, но в нем были какие-то городские центры, а там с этим все немножко посложнее. Ну, Кашлык, во всяком случае, был каким-то городским центром, но еще была, конечно, чисто кочевая Ногайская Орда. Ногайская Орда не играла никогда строго самостоятельной роли. Она вступала в различные блоки, и она не была таким, ну, как бы ведущим центром, как Казань в какой-то момент, а потом Крымская ханство. Поэтому время кочевых империй очевидно заканчивалось, и вместе с централизацией Руси, приходом огнестрельного оружия на Русь, развитием военных технологий, постепенно звезда кочевых империй закатывалась. Но преемником на русских землях, преемником ордынского владычества могло быть ведь не только московское княжество, и даже не только Тверское. Ну, московское и Тверское, это вообще разница была бы предельная. Маленькая, у нас был бы мегаполис на месте Твери, и мы бы ехали в нашу столицу три часа на Сапсане, а не четыре в Москву. А на месте Москвы был бы областной центр с населением полмиллиона жителей. В общем, другой разницы, я думаю, не было. Но у нас была другая альтернатива, это великое княжество Литовское, о котором, конечно, нужно отдельно рассказать, но и, может быть, даже будет логично следующее выступление посвятить моё великому княжеству Литовскому, а уже потом перейти к русскому централизованному государству, потому что, в принципе, на столице нашей Родины мог бы быть Вильнюс. И это бы кое-что изменило в нашей жизни, хотя, ну, не думаю, что очень сильно всё изменилось бы, но, во всяком случае, в жизни Вильнюса современна и не могу никак не пошутить, представим себе литовского националиста, казалось бы, это ведь должно было бы быть его голубой мечтой, такая великая империя, великая Литва на месте современной России, ну, Украины и Белоруссии, представьте себе, есть Российская империя, там, Литовская империя, да, а между тем, в этом случае литовский язык вряд ли бы сохранился вообще, он бы, скорее всего, они, ну, будучи жителями столичного региона, литовцы, скорее всего, испытали бы такой прилив пришлого населения, что вряд ли бы до сегодняшнего дня этот язык остался бы, но в названии страны он бы остался, название Литва осталось бы, и мы были бы гордыми литвинами сейчас, вот, но примерно на той же территории с той же историей и культурой. Да, город бы назывался, наверное, Невиль, но, Невиль, ну, точно, но Вильна, может быть, да, называл, да, еще была бы народная этимология, что это от слова вольность, да, воля, потому что мы свободолюбивые Литвины были бы, да, может быть, даже он преобразовался в вольный, вольный, может быть, да, вполне, вполне, возможно. У меня удалось ли, да, Кирилл Борисович, возвращаюсь, не гордим, такой романтический вопрос, вот, мне кажется, я не знаю, согласитесь или опровергните, что о глубокой травме, нанесенной орденским нашествием в XIII веке, говорит русский фольклор, и две самых знаменитых фольклорной легенды, это легенда и в Патии Калаврать, и особенно легенда о Граде Китеже, который спасся, уйдя под воду, и вот до сих пор он там где-то находится, сохраняя древнюю русскую жизнь. Да, потому что вообще фольклор это очень важный измеритель тех или иных событий, и я действительно полностью согласен с тем, что в фольклоре ордынское нашествие оставило глубокий след, это можно еще вспомнить песню о Щелкане, которая была речь, и о том, что в былинах богатырского цикла тоже татары, как противник, заместил кочевников предыдущих эпох, и тот же там Тугарин-змей, он стал ассоциироваться с ордынскими правителями, это характерно, и надо напомнить, что не только ордынское, не только батыево нашествие было крайне губительно, вот эта кочевая империя, она имела такое неприятное для своих подданных свойство, военный поход это часть хозяйственно-культурного типа кочевника, то есть кочевники вообще рассматривают набеги как часть своего хозяйственного цикла, и поэтому даже при условии очень хороших отношений с ордынским центром все равно нужно было кочевников куда-то направлять какие-то набеги, и поэтому Русь страдала от набегов не только тогда, когда она там восставала против ордынского ига, она страдала от набегов вообще регулярно, и по мере ослабления центра в Орде эта опасность даже усилилась, потому что отдельные региональные правители ордынские, так называемые царевичи, начинают свои походы на русские земли, после Батыевой рати была еще Неврюева рать, людей не ворать, это XIII век, это еще более опустошительные походы, а действительно по хозяйственному нашему механизму был нанесен гигантский удар, и демографические потери, видимо, были очень большими, и ордынцы дошли до тех мест, до которых никогда не доходили кочевники вообще, опять же, русские князья северо-востока, то, те же владимирские князья, они не испытывали набегов кочевников из южно-русских степей, они чувствовали себя в полной безопасности, это было очень тяжело, и это разрушало, и подрывало наши хозяйственные возможности, но не надо думать, что при этом общение с ордынцами было тесно, у нас есть тоже очень хороший измеритель, это количество слов, вошедших в состав русского языка, тюркского происхождения, и мы увидим, что основной массив этих слов более 50% вошел в русский язык в 16-17 веке, то есть тогда, когда осколки Золотой Орды были интегрированы в русское государство, и когда татарские отряды стали обязательным элементом русского войска, которое ходило куда угодно, когда элиты татарские влились в царские общие числило царство, в элиты царства, да, а до этого, но и за 200 лет 50-60% слов заимствовано, а за предшествием 400 лет, ну вот меньше 50%, и это означает, что тесного общения не было, монгольского влияния непосредственного языкового не было вообще, но у нас есть версия, что слово шуба пришло в русский язык из на самом деле тибетского через монгольский и тюркский, но не напрямую через монгольский, но и там этих слов даже со спорной монгольской и монгольскими корнями спорными их насчитывается буквально там по пальцам одной руки, то есть никакого общения широких масс русского народа с какими-то монгольскими, монголоязычными представителями Орды не происходило, и никакого, конечно, генетического влияния, знаете, нашествия на Русь не случилось, хотя это тоже интересный весьма такой фейк, у нас в эпоху перестройки он снова ожил, был такой ныне забытый, к счастью, эстонский деятель Тит Маде, который в Швеции жил и который возродил идею о том, что современные русские это монголы на самом деле, потому что, значит, монголы изнасиловали всех русских женщин, и поэтому русские, но это старая история, еще в 19 веке там была версия, что русские это не славяне, а как тюрки, да, найдешь татарина, это все не так, но правда британские ученые буквально несколько лет назад опять эту идею попытались протолкнуть, они провели какое-то генетическое исследование в Восточной Европе и якобы обнаружили волну каких-то генов дальневосточных, пришедших к нам в 13 веке, но я думаю, что это чушь на 99%, потому что говорить о реальном смешивании русских и тюрок, даже не монголов, а монголов вообще нельзя, тюрок можно говорить только с 16 века, и до этого у нас нет никаких оснований серьезно говорить о том, что это происходило, ну, конечно, там Иван Калита женился на сестре Хана Узбека, но это был, знаете, на генетике русского народа, я думаю, это никак не отразилось, да, но дальше в завершение нужно ответить на ключевой, наверное, вопрос, задержало ордынское нашествие наше развитие или не задержало, и как оно повлияло. У нас существовало в рамках романтической историографии 19 века такое утверждение, что ордынское нашествие отбросило нас далеко назад, сбило нас с европейского пути, отрезало от Европы, и все наши проблемы вот этого догоняния Европы связаны с тем, что мы отстали в ордынские времена. Я бы все-таки так сейчас не говорил, потому что, ну, если мы сравним там с той же Польшей или с Венгрией, то мы увидим, что у них явно были более архаичные социальные институты в том же 16 веке по сравнению с Францией, а никакого ордынского нашествия иго они не испытали, то есть грешить на орду в их отсталости вряд ли возможно. Та же скандинавские страны, они тоже не сказать, что были сильно передовые по своей социальной структуре в 17 веке, а уж орда точно и до Швеции не добралась. Но, то есть все равно есть в центре Европы некая периферия, которая так или иначе была бы периферийной. Экономический вред от иго был, безусловно, потому что дань и набеги сами по себе. Экономический, демографический вред, он не сомненен. Но, то есть с другой стороны, безусловно, в 15 веке, когда у нас началось строительство централизованного государства, ряд технологий, принесенных Ордой, мы успешно использовали. Та же самая ямская гоньба, кстати, наша налоговая система, сошное письмо, которое с конца 15 века до конца 17-го было основой налоговой системы русского централизованного государства, его корни вообще непонятны, оно возникает просто ниоткуда в готовом виде. Ну и, в общем, логично предположить, что это тоже какой-то ордынский опыт, который был переварен и освоен. Идея на менталитет русской аристократии это повлияла, потому что идея безусловного повиновения царю, она, это идея дальневосточная, это не западноевропейская идея, западноевропейская идея, это идея договора вассала и сеньора, у которых есть свои права и обязанности, а дальневосточная идея, это идея абсолютного повиновения о монарху и идея абсолютной монархии, она там была сформулирована теоретически еще задолго до того, как абсолютная монархия стала реальностью в Европе. И эта идея службы царю как наместнику бога на земле, она явно отдает дальневодальний восток. И в русском централизованном государстве именно эта идея и насаждается. Но тут, видите, вопрос окончательно ответить на вопрос, ну, как бы сказать, сильно ли нас задержало ордынское нашествие, трудно, потому что у нас нет контрольной группы. Если бы у нас была какая-то другая Русь в пробирке без ордынского нашествия, то можно было бы как-то ответить на этот вопрос. А так ответить на него сложно. Вам и укажут великое княжество Литовского. Вот на него и посмотрим. Давайте посмотрим. Это отлично. Действительно, это неплохой пример, хотя он не совсем чистый, но хоть что-то на... И Польшу тоже мы будем иметь в виду. И, на мой взгляд, вот эта вот готовность психологическое руководство страны и элиты политической идеологии страны к принятию идеи абсолютизма сыграла скорее положительную роль в 16-17 веке, потому что облегчила строительство абсолютной монархии в России. А в Польше мы увидим обратный пример, когда абсолютная монархия не сложилась, но с другой стороны, понимаете, что тут говорить, в Испании, ну, в Испании, ладно, там были мавры, во Франции не было никаких мавров там или татар, а сложилась образцовая абсолютная монархия. Поэтому здесь тоже нельзя говорить, что вот если бы монголы не принесли нам идею вот эту подчинение царю, мы бы никогда сами не додумались. Может быть, и сами бы додумались. И все здесь неоднозначно. Но на мой взгляд, мы имеем полное право говорить о Батыевом нашествии, о Бордынском Иге, как этапе нашего исторического опыта. Спасибо за внимание. История России главная. Спасибо, Кирилл Борисович. Спасибо, друзья. Напоминаю еще раз, что 25-26 марта в Москве у нас очередной фестиваль. И там будет и Кирилл Борисович, там буду я и другие наши замечательные докладчики. Ссылочка в описании. Ну, а в следующий раз мы поговорим о великом княжестве Литович. Да, да, да. Спасибо. До свидания. Ну, а на сегодня все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok